всем привет решил сегодня сделать обзор на свою коллекцию игр компьютерных всего у меня в коллекции 345 игр вот лицензионных есть еще пиратки но они мне не интересны и лицензии которые требуют активации через интернет тоже не рассматриваем потому что они уже не активируют не активируется скорее всего и ценности не представляют так мы я начну наверное с 9 боксов их у меня меньше всего мне не очень нравится такой форм-фактор потому что и хранить неудобно они занимают больше места и они поздних поздних нулевых и начала десятых а это тот период времени который мне лично не очень не очень-то мне подходит уж я по играм начало нулевых в основном симбион это я купил на авито эту игру в целлофане то есть она была не распакована по-моему за 400 или за 300 рублей чувак продавал по моему я на старом канале делал ее даже распаковку тут смотрите в комплекте есть магнитик значок диск мануал цветной а нет мануал черно-белый но довольно таки толстенький довольно много страниц тут набор наклеек их надо вон и не знаю что с ними делать что-то наверное можно делать плакат комплекте плакат он конечно же в кадр сейчас не влезет вот какой красавец я про эту игру ничего сказать не могу я в нее не играл это игра уже конца нулевых в которых я ни хрена не разбираюсь так дальше идем 9 боксов у меня немного поэтому давайте с 9 боксами сейчас быстренько закончим ps 2014 лицензионный тоже вот этот мануал прям вообще конкретно толстый хотя в принципе листов вроде не слишком бумага толстая ps 2014 футбол рекомендуется тут написано играть с этим геймпадом геймпад у меня нету таймшифт это игра с замедлением времени по моему ее делали российская российской по моему студии я про нее очень мало знаю слушайте это не те чуваки которые сделали не те чуваки которые сделали вилрок возможно это те чуваки но это не точно а сейбр да точно это 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 студии санкт-петербурга которые начали свой путь с выбор с выпуска игры вилрок аркадного шутера в стиле сериус эмо 2003 года а тут уже более высоко бюджетный проект тоже игра конца нулевых тоже не играл и повторюсь все эти игры не требуют активации через интернет что очень важно вот эту вот эту игру я распаковывал на на старом канале она тоже была в целлофане куплено подарочное издание это стальной бокс стальной это сталь и она просто напичкана вкусняшками игральные карты хрен знает как с ними играть или чё с ними делать магнитик магнитик так 3 9 2 9 диска почтовая эта хрень который ни хрена никогда никакой обратно связи ты не получал на реклама внимание конкурс главный приз ноутбук первые 10 человек собравшие все карты с изображениями человеческих персонажей получит фигурку родину ну да вот эти карты надо все собрать в принципе сидит представляете но это что надо 10 игр купить что ли берет какой-то мануал довольно таки толстый описание монстров оружие управление все есть в этом мануале и конечно же плакат ой какая толстая бумага плаката да я эту игру распаковывал я помню на старом канале вот типа такие же плакаты в игромании были навигаторе игрового мира это подарочное издание магнитик карты игра не требует активации через интернет естественно если бы она требовала активации через интернет я бы ее просто выкинул но это что-то то ли алюминий то ли то ли сталь не знаю коробка ник 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 ластиковая rainbows x vegas тоже игра конца нулевых не играл по-моему 2007 анагогина а может 2009 а может 11 хрен знает тоже мануал есть и вот кстати можно посмотреть чек цена 320 рублей на 9 бокс и лицензия 9 бокса примерно наверно так и должна была быть я в то время игры уже не покупал это вторая по нулевых начала десятых не я уже не покупал world in conflict тоже очень увесистая коробочка но это стратегия в реальном времени очень известная ее очень многие играли в то время хит не знаю шедевр но хит точно тут кстати не только диск самой игрой но еще и какой-то диск бесплатная 10-дневная пробная версия игры для ваших друзей сыграйте world in conflict вместе уже сегодня то есть вместе с полноценной игры есть диск пробной версии я такой первый раз вижу мануал о какой толстый вот этот мануал наверно покажет самый толстый из всех тут описание тоже техники управления он видите сколько тут вертолетиков одних только солдатиков техники и очень много страниц кредитов тут честно говоря пол мануала это именно разработчиков и пользовательское соглашение фирма 1с москва еще одна еще одна вот эта бумажка для отправки по почте реклама nvidia видите под зелененьким шрифтом это реклама nvidia старт мастер сеть магазин старт мастер сеть магазинов компьютерного железа тренд нет реклама роутера это вот все почему-то рекламой напичкана игра вставляете я не понимаю зачем пикать рекламу из чек покупает игру он уже за нее заплатил зачем ему еще кормить вот эту всю рекламу ps2008 еще один ps 2008 кстати ты они у меня не этот футбол работает на очень слабых компьютерах там буквально на любом ноутбуке можно я думаю сыграть будет него тоже мануал и вот это кстати первый мануал цветной почему-то цветная только рекламная ставка все остальное черный да нет вот поле зеленый цветной мануал с 2008 для слабых компьютеров самое то лицензионное издание half-life 2 от буки orange box half-life 2 эпизод 2 team for dress 2 и невероятный портал ой как тут до хрена всякой литературы цена цена полностью выцвет полностью белый лист бумаги и написано оплачено то есть шрифты полностью это то что напечатан был чек он полностью выцвел прям под ноль я не знаю специально так делали исчезающий чернила так буклет системными требованиями они с порядком установки клавишами управления очередной плакат я кстати вот этот бокс пера сейчас открываем коробка валялась но я его даже не открывал вот такой вот плакат он понятно двухсторонний кстати понятно что он не поместится в кадр так здесь целых три диска orange box диск один диск 2 эти half-life 2 эпизод 2 на третьем диском отдельных пакетики так следующий диск hell gate лондон ничего про эту игру вообще не знаю абсолютно эта игра по моему наверное уже 10-х годов начало десятых что там указано какой год хрен знает какой год но наверное вот уже либо самый конец нулевых либо начало десятых тоже такой приличный мануал нет ну согласитесь конечно блин опять пол мануала уходит под эти чертовы пол мануала практически процентов 30 это кредиты создание игры участвовать не знаю что за игра я повторюсь это dvd-боксы поздние нулевые я не покупал по времени игры вообще это не мой интервал времени я поначалу вот интересный такой набор из четырех игр винкс это игры для маленьких детей детей девочек причем конкретно игры такие я не знаю наверно свет примитивный что-то типа раскраски там какие-то викторины что-то наверно в этом роде вот я их сначала хотел выставить на продажу и выставил на продажу довольно быстро там покупатель нашелся какая-то женщина видимо хотела может быть своему ребенку купить но я почему я я вдруг подумал блин это же все равно лицензия то есть это не пиратка это новый диск вот видите логотип новый диск ну решил короче оставить но они пустые там вряд ли внутри шли какие-то мануалы абсолютно хотя все я не распаковывал да не пусто не без всего по моему да все четыре пустые внутри кроме дисков естественно никакой литературы не прилагается вот это вот мист 4 ревелэйшн тоже не играл он у меня даже в целлофане он не распакованный и я думаю что он никогда в жизни не будет распакован ну честно говоря вот судя по весу там и внутри нет ничего то есть там видимо диск какой-то при простенький мануал и все там не по ни значков не магнитов там ни плакатов судя по всему нету старкрафт причем первый старкрафт это лицензия от софт-клаба первый старкрафт я тоже не играл как его 2 ничего про эту игру не знаю тут собственно диск с оригинальным старкрафтом и на отдельном диске экспенсен с написано english то есть на английском получается что еще игра не локализована что ли документация на русском языке понятно документация на русском хотя бы документации две страницы буквально документация на русском а сама игра на английском языке но это лицензия я с английскими дружу дальше я бы от нее никогда не сыграю так все корали эта игра тоже не знаю какого года все это ну иначе конец нулевых однозначно какого года я хоть одну игру буду знать какого года я вообще не знаю может может 25 какой-нибудь тоже тоже вот мануал на русском это лицензия от софт-клаба русская версия написано значит переведена и последняя игра в dvd-боксе у меня watch dogs ничего не знаю про эту игру но активация интернет не требуется вот ключик и активируется она оффлайн это значит что диском можно пользоваться сейчас диск двухслойный dvd двухслойный dvd чтобы двухслойный dvd воспроизводить нужно чтобы привод был очень хорошем состоянии двухслойные dvd они хуже всего воспроизводится на ушатанных приводах так ну с 9 боксом я покончил сейчас будем джевалы смотреть мы начала нулевых там уже по игры про которой я могу что-то рассказать так ну вот уже тут уже более менее моя вотчина тут уже игры первой половины нулевых про которые я могу что-то рассказать дыми ульги 2 на канале проходил я на старом канале я ее полностью прошел и как раз после этого после ее прохождения у меня снесли канал и я не успел сделать резервную копию поэтому сейчас на моем канале нет прохождения тебе или гитра но я уверен я уверен что я ее обязательно пройду, еще раз, потому что она того стоит. Первые демиурги у меня пройдены. Гром, польская РПГ, польская РПГ, ух ты, на двух дисках даже. Блин, вот это вечная проблема с этими коробочками, что у них зубчики ломаются, диски перестают держаться. Польская игра, польская РПГ, довольно, на нее то ли нет на ютубе прохождений, то ли их мало. Вот, я пытался, как помню, лет 6-7 назад что-то ее начать проходить для канала, но что-то мне было в лень разбираться, и я забросил. Так что, в принципе, вот эту РПГшечку, польскую, можно пройти. Она получила неплохие отзывы в игровой прессе. Дальний Запад пройдена на канале. А, вернее, она пройдена наполовину, потому что там игра дико забагованная, и на какой-то миссии просто я выполнил все условия, но игра, миссия не завершалась, в итоге я ее не прошел. Но это не моя вина. В целом, геймплей довольно-таки залипательный, но простенький. Да нет, честно говоря, игра, прямо скажем, скучная. Дальнобойщики 2, издание 2 дополненное. В принципе, это те же самые дальнобойщики 2. Там просто, по-моему, добавили какие-то там пару видеороликов. Честно говоря, сейчас невозможно в нее играть. Мне один товарищ хотел, типа, даже задонатить мне 3000, чтобы я ее прошел, но я не смог себя заставить. То есть, я попытался сейчас играть, в 23-м году. Она, во-первых, дико глючная, забагованная, да и просто скучный процесс. Ты просто едешь по дороге, блин, где ни хрена ничего не происходит. Враги читерят. Догоняют нечестно. Короче, не знаю. Сейчас уже... Ну, в детстве, в юности я ее проходил с огромным удовольствием. Дарвиния. Пройдена на канале. Это необычная игра. Необычная игра. Что-то на стыке жанров аркады и стратегии. По-моему, ее сравнивают... Ее сравнивают... С какой игрой-то? Забыл. Есть, короче, игра, с которой... С которой ее... Кэнон Фодор. Во! Ее, по-моему, с Кэнон Фодором сравнивают. Вот. Я ее проходил на канале. На канале она есть. Двойной Форсаж. Стритрейсинг по-русски. Место сбора здесь. Издательство Новый Диск. Стритрейсинг по-русски. А почему по-русски? Это что? Русская игра? Куда я очки свои делал? Блин, я нихрена не вижу. Скоростные машины, фейерверки, восторженные крики зрителей. Аркадный симулятор в лучших традициях жанра. Мне что-то подсказывает, что эта игра какая-то русская и довольно-таки, наверное, посредственная. Но я про нее ничего не знаю. Демиурги. Первые демиурги. Пройдены на канале. Игра на двух дисках. Это вот тот диск, который я сам лично покупал в нулевые. Вообще в моей коллекции, я уже говорил, по-моему, да? 345 лицензий. Из них процентов 40 я покупал сам лично в нулевые, в начале нулевых. Процентов 40 это то, что я сам покупал в молодости. И оставшиеся 60 это уже новоприобретенные игры в последние годы на Авито. Я покупаю только по сверхнизким ценам. То есть, если средняя цена на такую игру на Авито 100 рублей, я покупаю только, если где-то появляется там за 20-30 рублей игры. Тогда я покупаю. У меня нет денег, к сожалению, покупать по обычной цене. А так моя коллекция была бы раз в 10 больше. Потому что, ну, 345 игр это, дай бог, 10% от того, что издавалось в нулевые в России. День победы. Известная пошаговая игра от Paradox. Глобальная пошаговая. Ну, вы знаете, вот это вот глобальная карта. Никакой графики. Одни графики и глобусы. И атласы. Вот. Но игра считается шедевром. Вот даже вот на скриншотах, видите? Просто карта, карта и всё. Вся игра такая. Мне кажется, это очень скучно. Но я лично, я стратегиями от Paradox никогда делал, не имел ни разу в жизни. Поэтому я не играл ни в Европу Универсалис. Там ни в День Победы. Поэтому не знаю. Может быть, я ошибаюсь. Дорога на Хонкаду. Пройдена на канале. Именно с этого диска я её проходил даже, по-моему. Вот. Ну-ка. Тут дата покупки чека не сохранилась, да? Сейчас это представляло бы даже ценность. Хороший саундтрек, кстати, в игре. Всем советую. Это очень необычная, уникальная, я бы даже сказал, стратегия про поезда. Но не экономическая, а военная стратегия про поезда. Это не какой там железнодорожный магнат. Это именно стратегия, где поезда ездят по рельсам и друг друга обстреливают. Пройдена на канале. Отличная игра. В разделе стратегии можете посмотреть. Европа 1400 гильдия. Не играл. Но диск я сам лично покупал в нулевые. Пока не играл. Говорят, хорошая. У неё трёхмерная графика. То есть она очень технически продвинутая. Экономическая стратегия. Там можно, говорят, там стать каким-то там чуть ли не королём. Там можно стать... Ну, короче, ты можешь выбирать, значит, какую карьеру ты будешь вести. Торговца, например. Правителя. Какого-то там бродячего артиста. Я не знаю. Довольно интересно. По описанию довольно интересно. Слушайте, мне надо за очками сходить. Потому что я не могу даже почитать описание игры. Так, слава богу, за очками далеко ходить не пришлось. Вот ещё одна глобальная пошаговая стратегия. Вот парадокс. Европа. Время перемен. 1492-1792. Я думаю, что это то же самое, что День Победы. Только в Средневековье. А День Победы, я напомню, Вторая Мировая Война. Период Второй Мировой Войны. Ну, там, да, период Второй Мировой Войны. Жажда скорости. Total Immersion Racing в оригинале. Довольно-таки такой серьёзный гоночный симулятор. Это не аркадные гонки. Вот. Но я думаю, без руля сыграть можно. То есть, надо пробовать. Я лично в неё никогда не играл. Просто она получила хорошие отзывы в игровой прессе. Поэтому я её купил. К сожалению, в нулевые я покупал только те игры, которые хвалили в журналах. Плохие я не покупал. Вернее, игры, получившие низкие оценки, я не покупал. Поэтому самые редкие игры как раз-таки мимо меня прошли. Завоевание Америки. Ну, это игра... Блин, коробка сломана. Чёрт. Это игра от создателей Казаков. А, подождите-ка. А что тут Fallout диск делает? Что-то не понял. Fallout 2. Тут лицензионный диск Fallout 2 лежит. А где коробка от него? Я же покупал. У меня была и коробка от Fallout 2. Ну вот. Игра от создателей Казаков. GSC Game World. Если кто играл в Казаки, то, скорее всего, это примерно то же самое. Я не играл ни в Казаки, ни в Завоевание Америки. Надо коробочку поменять. В моей коллекции не должно быть такого. Заклятие. РПГ. В которое я тоже не играл. 2003 года. Насколько я знаю, в ней делается упор на торговую часть. То есть, это, грубо говоря, такая торговая РПГ. Торговая РПГ. Говорят, огромный мир. Действия игры происходят в мире фэнтези, населенном людьми, эльфами, гномами, ой, нечистью и нежитью. Мда. Банальнее, когда вы такие согласитесь. Закон и порядок. Смерть за деньги. Ну, это классический детектив. Квест-детектив. Я, честно говоря, не любитель такого жанра. Абсолютно. Это я купил уже недавно на Авито. На двух дисках. Старфорса, да? Нет, Старфорса вроде нет. Но они иногда и не пишут. Если играть со Старфорсом, то уже не сыграешь. То есть, сыграешь только на Windows XP. Звездные волки. И вот, кстати, вот мы смотрим диски, да? Все равно это вторая половина нулевых. Вот Звездные волки. Это же 2005, по-моему. Я тоже в эту игру не играл. Я понимал, когда эта игра вышла, «Звездные волки». Я уже перестал собирать диски-то. И журналы перестал покупать игровые. Это, скорее всего, где-то 2005, 2004 написано. 2004. Ну, вот я где-то 2004, собственно, и закончил. Сбор игр. Звездные волки 2 тут же. Вторая часть продолжения. Ну, как я понимаю, это что-то среднее между экшеном и стратегией космической. Звездные волки. Продолжение трехмерной космической стратегии в реальном времени с ролевыми элементами. Нет, это трехмерная космическая стратегия, кстати. «Златогорье 2». Ну, пройденная на моем канале. Это шикарная игра абсолютно. На двух дисках? Да, на двух дисках она. Блин, какие вот эти коробочки хрупкие. Ну, да, и этот сломан тоже. И этот тоже сломан. Вот эти коробочки от «Русабитем» прозрачные, это самые хрупкие коробки вообще. Ой, они сыпятся, как эти, я не знаю. Ну, игра пройдена на канале. Если кому интересно, посмотрите. Игра «Супер», я бы ей дал 80. Она примечательна, во-первых, юмором. То есть в ней много юмора, в ней много диалогов. Я люблю RPG, где много диалогов, много текста, сюжета и так далее. И пошаговые бои. Я обожаю пошаговые бои. Без всякой суеты. Так, «Зона-22», «Территория страха». Про эту игру, честно говоря, я вообще ничего не знаю. На двух сети располагается. Ничего про эту игру не знаю. Год выпуска? Год выпуска 2007. Ого! Ну, конечно, я ничего не знаю. В 2007 году я уже... Я уже... Совсем другие у меня были интересы. Кстати, видите, вот это вот 1С, если видите, выпуклая вот эта желтая. Не вертикальная желтая полоска, а вот такая вот выгнутая. Это значит, что это уже поздний 1С и, естественно, 2007 год. Поздний 1С. У раннего вот прямая. Причем она разная. Два красные – это коллекция игрушек. Желтая – это «Игротека», по-моему. И причем издательства отличались как «Игротека», по-моему, это была локализация от «Логруса», например. Потом, значит, вот это вот что? Коллекция игрушек – это, по-моему, отнимало локализацию. Ну, как-то вот в этом роде. Но это только не точно. То есть у 1С были, значит, несколько, как бы, линий, релизов. И, соответственно, зависело от локализатора. «Невал» – это однозначно звание. «Сноубол» – это другое. «Логрус» – третье. Вот так вот. «Инстинкт». Новый диск. Ну, это тоже вторая половина нулевых, однозначно. Про эту игру я тоже ничего не знаю. 2006 год. Какой-то шутер. «Digital Spray Studios». «Digital Spray Studios», по-моему, что-то известная фирма довольно-таки. «Это чужая земля. Это не их война, это чужая земля. Когда вертолет с сотрудниками ФСБ потерпел крушение в горах северокорейской провинции, выжили только трое. Их задача – преуспеть там, где не справились многие. Их задание невыполнимо, и они это знают. Это фантастический компьютерный боевык с актерами российского кино в главных ролях. Нифига себе. Так это по русскому фильму сделано по какому-то? Это русская игра, значит, соответственно. Ну-ка. Слушайте, ну скриншоты выглядят очень классно. Мне прям даже захотелось сыграть в нее. Это игра русская, игра по русскому фильму с хорошими скриншотами. Если вам что-то будет видно, скриншоты выглядят очень классно. Это интересно выглядит. Ил-2 штурмовик «Забытые сражения». Ну, это лучший симулятор, говорят, авиасимулятор всех времен и народов. Из военных, по крайней мере. Гражданский может быть лучше. Там Microsoft Flight Simulator будет. Вот. Но я никогда в жизни не мог в него сыграть, потому что у меня никогда в жизни не было нормального джойстика. Вот. Я просто включал демки или запускал миссию и смотрел, как компьютер сам в автоматическом режиме. Друг дружка воюет. Графика была как в кино. Я помню, я отца постоянно сказал. Папа, папа, смотри, тут вон Ил-2 штурмовик там, это значит, пикирует, там немцев разносит. И папа смотрел такой, да, говорит, как кино прям графика. Вот с этим у меня игра стыла. Но, к сожалению, оригинальный, у меня было два или три оригинальных Ил-2 штурмовика, оригинальных, первого релиза, это уже дополнение. И я как-то забыл убрать одну копию к себе в коллекцию, и в итоге все три продал, блин. Сам остался с голым задом, извиняюсь. Оригинального Ил-2 у меня нету. Так, Илья Мурмец и Соловей Разбойник. Тоже поздний 1С, видите, выпуклая полоска. Pipe Studio. О, слушайте, Pipe Studio, это же разработчики этого. Разработчики, пройденные на канале этой игры, как она там, у меня называется, полная труба. Это же они, Pipe Studios. Значит, это должна быть хорошая игра, Pipe Studios, по-моему. Ну, по скриншотам, это классический мультяшный квест. То есть, если дизайн полной трубы, это был такой дизайн наркоманский, то тут, в принципе, все классически, как мультфильм просто. Мафия. Не знаю, в интернете, ой, как туго, толстые диски тройные. Очень туго заходят в эту коробку. Мафия. Почему-то ходят байки, что якобы там на авито очень дорого стоит эта игра. Типа там за нее чуть ли не по 10 тысяч предлагают. Но это бред. Мне кажется, это бред, потому что мафия, мафию, мафия, ее тираж был огромный. Ее, по-моему, все, кому не лень, покупали. Даже при том, что она стоила в три раза дороже. Все-таки тут три диска целых. Вот. Ну, это очень популярная игра, поэтому коллекционной ценности она, мне кажется, не представляет. Я лично не понимаю. Я лично таких мафий две штуки продал, по-моему, на авито уже. И вот третий оставил себе. Вот это, кстати, я сам лично покупал в нулевые. Это с того времени. Мне приятнее все-таки хранить в коллекции именно то, что я сам в юности покупал, чем то, что я на авито у кого-то купил. Вот эти тройные диски, это такой дефицит. Они тоже очень хрупкие, и их не найдешь. То есть, если обычную коробочку ты всегда можешь найти, нормальную, целую, то вот тройные диски, это, конечно, беда. Так, следующий блок смотрим, да? Так, следующий блок с играми. Самое трудное, это доставать вот эти толстые тройные диски. Ой, они так туго залазят. А коробочки такие хрупкие. Мистри Эксайл. Для четырех CD. Очень дорогая была игра для покупки. Ну, мне она досталась, естественно, уже в позднее время на авито. Сам бы я ее вряд ли купил. Хотя, почему не купил? Купил бы я ее, в принципе, если бы я ее в продажу увидел. Я ведь как делал? Летом устраиваешься на завод. Два месяца работаешь на заводе. Я в то время не пил, не курил, по клубам не ходил. То есть, деньги мне не тратить было ни на что. Два месяца в году работаешь на заводе, а потом весь год до следующего лета покупаешь диски с играми. То есть, на две зарплаты ты мог скупить вообще все игры, какие только тебе хотелось. То есть, игры я покупал по 70, по 80 рублей лицензии. А зарплата у меня, грубо говоря, на заводе там была. Ну, я не помню сколько, но несколько тысяч рублей, допустим. На две зарплаты ты мог всю... На весь год тебе хватало денег, чтобы играть покупать. Это игра про зомби, причем у меня такое ощущение, что она что-то связанное с комедией. Король поп-музыки Майкл Джексон вернулся, чтобы мстить. Понятно, зомби, а зомби это Майкл Джексон. Доведенный до могилы бесконечными пластическими операциями и закачкой силикона в мозг, Майкл Джексон восстал из мертвых, чтобы отомстить жадным до чужих денег пластическим хирургам. Но самое главное, известному силиконовому олигарху, бывшему гражданину России, с этой целью им творятся всяческие безобразия, поедание мозгов, отрывание конечностей и нападение на клинику. Тогда американский народ как один встает на защиту силиконовых грудей и прочих достижений демократии. На пути Майкла стоят военные, полиция и даже милиция. Но ничто не может остановить разъяренного мега-звезду. Все виновные будут загрызены, а непричастные жестоко наказаны. Ну, это какой-то комедийный боевик про зомби. Звучит интересно, но я про эту игру вообще ничего не знаю. Какой год? Ну-ка, Бук, кстати, издал. Год какой? Наверное, вторая половина нулевых, естественно, да? 2007 год. Поздняя игра. 2007 год. Stronghold Crusader. Это хардкорное дополнение к оригинальному Stronghold. Оригинальный Stronghold я проходил в юности полностью. И у меня даже было желание пройти ее для канала. Но я как вспомню, значит, пару миссий. А самая страшная миссия, я помню, это штурм замка, окруженного водяным рвом. Я просто не представляю, как его проходить на среднем уровне сложности. В интернете я смотрел прохождение, так там чуваки на легком играют. Вот. И я как вспомню вот эту жуткую миссию, у меня сразу все желание ее проходить на канале отпадает. Да и последняя миссия, я тоже помню, у меня нервы потрепало. Но в итоге я ее честно прошел. В нулевые, в начале нулевых я ее купил, я ее и прошел. Сумел таки. Причем я тогда был как бы еще, ну, практически ребенком, юношей. Поэтому, ну, и тем не менее справился. Старский хач. Аркадный, аркадный, значит, боевик. Пройден на моем канале. Аркадная стрелялка на автомобилях. То есть. Ну, то есть. Это боевик. Это не гонки, конечно. Это просто стрелялка на колесах. Но город сделан хорошо. Графика как в GTA. То есть, в принципе, довольно-таки погонять можно. Spellforce 2. Shadow Wars. Стратегия в реальном времени. Немецкая, с супер графикой. Ее там, по-моему, в свое время, по крайней мере, первый Spellforce. Про второй не знаю. Это второй. Во-первых, Spellforce, по-моему, даже в качестве бенчмарка использовали. Для тестирования видеокарт. Ну, и сам геймплей тоже. Игра получила там 8-8,5 баллов давали первому Spellforce. Со вторым, я думаю, примерно та же история. Я не играл ни в первый, ни во второй. Прокомментировать не могу. Цивилизация 4 Warlords. Говорят, что 4-я цивилизация, это практически как третья, только в 3D. Если это так, то мне очень печально, что я никогда не играл в 4-ю цивилизацию. Я в 3-ю играл сколько угодно. И на стримах, и даже пытался записывать летсплей для прохождения. Но в 4-ю, вот я никогда не играл. Она как-то вот мимо меня прошла. Я играл в 5-ю, и она мне не понравилась. Я даже толком в ней не разобрался, забросил. А, а вот, собственно, оригинальная Цивилизация 4. Это дополнение Warlords, а это уже оригинальная, просто Цивилизация 4. Какой год? 2004-й, наверное, да? 2005-й год. Да, 2005-й год, Цивилизация 4. Serious M, Второе пришествие. Ну, естественно, в юности я эту игру проходил. Этот диск еще куплен, но и лично был, нулевые. Считается шедевром. Блин, ну она и есть шедевр. Это супер игра. Какая была графика в ней. Ой-ой-ой, какая красочная. Я когда ее первый раз увидел, у меня просто зубы на, как это называется, на пол упали. Челюсть от виска просто от такой графики. Second Side, Free Radical. Это поздняя, походу, игра или что? Я, потому что про эту игру ничего не знаю. Second Side, это что такое? Это не про войну во Вьетнаме, случайно? Так, год выпуска 2005-й. Он очнулся в исследовательской лаборатории и теперь не может вспомнить ничего, кроме собственного имени. Увлекательный и динамичный приключенческий экшен от студии Free Radical Design. Free Radical что-то знакомое. Использует разнообразные телепатические способности. Исцеление, телекинез, контроль, псиатаку, проекцию, исследовать секретную базу. Ну, все это напоминает вот шутеры как раз того времени. Вот тогда какой-то был бум вот этого телекинеза, замедление времени. Не знаю. По описанию, честно говоря, меня не очень впечатлило. Scrapland. Ну, я знаю, что это за игра, я в нее тоже не играл. Ну, я по... American Magi, причем. American Magi представляет Scrapland. Хроники Химеры. У нее очень необычный дизайн. То есть, самый дизайн. То есть, персонажи, вселенная. Очень круто. Но она, кстати, защищена защитой Star Force. То есть, на современном компьютере не сыграешь. Только на XP. Потому что, как правило, это Star Force даже на Висте-то уже, наверное, не будет работать. Вот. Но на Windows XP компьютер стоит 500 рублей на Амиту. Поэтому купить компьютер ради старых игр. Вот еще одна игра с защитой Star Force, которую тоже не сыграешь на современном компьютере. Stalker. У нее Star Force, по-моему, с Вистой совместим, а с Семеркой уже все. Ну, Stalker, я думаю, тут комментировать нечего. Игра пройдена на моем канале. Вот ключик есть. Регистрационный ключик. И тут, смотрите, какой вкладыш. Раскладывающийся даже. С рекламой журнала PC Gamer. Тут реклама книжек. Дневники Stalker. Ну, это, наверное, все они, все игры. Тут ничего уникального нет. Наверное, все игры шли с таким вкладышем. Stalker. Вроде на моем канале это, как бы, культовая игра, что тут говорить. И, кстати, я их уже на Авито продал этих Stalker. Наверное, штуки четыре. При этом я людям говорю, он у вас не будет работать на Семерке. Они это все равно покупают. Кстати, это Star Force, она может снести и Семерку вам. Если не повезет. Rome Total War Gold Edition. Вот. Ну, я знаю, естественно, про эту игру все знают, но я в нее не играл. Это я купил ее недавно на Авито за 30. Рогу и Трупер. Тоже довольно поздний диск в идеальном состоянии. Это не я покупал. Ну, то есть, это новая моя покупка. Какой год? 2006 год. Ну, я вот про эту игру тоже не знаю. Я говорю, вторая половина нулевых, это не моя тема. За сотни лет военный конфликт между северянами и южанами превратил планету New Earth в бурые пустоши, а ее города в руины. 3D-экшн от третьего лица в войне будущего. Прогу и Трупер. Ну, название знакомо, я его где-то слышал, то ли обзор где-то на Ютубе смотрел. Наверное, игра хорошая, раз я про нее что-то слышал, отдаленный. О, довольно интересная игра. Современная стратегия в реальном времени. Real War. Air Land Sea. Игра основана на реальной тренировочной программе объединенного комитета начальников штабов, разработанной для вооруженных сил США. Чем эта игра интересна? Тем, что она... Вообще серия Real War, если я ничего не путаю, это такая известная, но в узких кругах серия тактических игр. То есть, в наших журналах, в рецензиях обычно она получала там слабенькие, средненькие, низкие баллы, да? Но у этой игры довольно много игр этой серии, Real War. И это чисто тактические игры, без стратегического какого-то элемента. Вот. И я вот на Гейтсм отчитал рецензию, но мне показалось интересно. То есть, если вам нравится... Ну, до командоса, конечно, далеко, но вот если вам нравится именно тактика, без какой-то экономической составляющей глобальной стратегии, то это может быть интересно. По скриншотам она выглядит как Блицкриг. Но я не думаю, что она сделана на движке Блицкрига. Скорее всего, 24 увлекательных миссий за США, 60 боевых единиц. Ну, короче, по описанию это что-то типа Блицкрига, но это самобытная серия игр, реаланты. Если я ничего не путаю, возможно, что я что-то путаю. Но, честно говоря, я сомневаюсь. Претарианс. Претарианс это стратегия, средневековая стратегия, трехмерная в реальном времени, от создателей Командоса, от создателей Командоса, от испанцев Piro Studios. Этим она и примечательна, что Piro, как говорится, Piro они как бы веников не вязали. Игра получила хорошие отзывы, но я в нее тоже не играл. Постмортим. Квест на канале он у меня пройден. Если кто не в курсе, что такое постмортим, вы можете вбить в Википедии, что такое постмортим. Блин, вот опять коробочка, вот что она не поворачивается нормально? Что-то все застревает, все ломается. Вот эти коробочки, а, ну все, тут уже посыпались, я смотрю. Посыпались у нее ушки, все разваливается. Эти коробочки, то ли они от старости становятся такими хрупкими. Короче, эта игра пройдена у меня на канале. Постмортим, это знаете, что такое? В Википедии можете вбить постмортим. Это в конце 18-19-го, начале 20-го века, когда фотография стоила очень дорого, и люди не могли себе позволить при жизни сделать фотографии. Люди фотографировали родственников только после смерти. То есть они их припудривали, делали вид, что они как бы живые, то есть там улыбочку им это, значит, натягивали. Сажали их, например, в кресло, мертвеца, напомню, со стеклянными глазами. И фотографировали. Чтобы сделать снимок на старых фотоаппаратах, там нужно было выдержку 10 минут держать, допустим. И вот они мертвецов, значит, усаживали в кресло, припудривали и фотографировали. Это называлось постмортим. Квест довольно мрачноватый, но интересный. Можете посмотреть прохождение, если самим лень. А лучше самим сыграть. Pool of Radiance. Игра тоже пройдена на канале. Это классическая, я не побоюсь этого слова, недооцененная в свое время стратегия стратегия от известной, очень известной студии SSI. SSI, нет, как я ее говорил. Сделанная по правилам третьей редакции ADD. То есть, если, допустим, Boulder Gate, Icewind Dale, это вторая редакция, или два с половиной, то это уже третья редакция. Это вообще, по-моему, была первая ролевая игра, сделанная под правилом третьей редакции. Но ее захейтили из-за того, что было очень много... Ну, игра была забагованная. Вылетала, там, крашились, портились сейвы. Ее за это захейтили. Потом ее, естественно, пропатчили. Тут уже версия идет 1.4 от 1С. Она уже пропатчена. Я ее проходил без всяких проблем. Что в нулевые, что я ее прошел на канале лет... Лет... Сколько? Семь назад, наверное. Вот. Очень интересная игра. Тактические пошаговые поединки. Их можно с шахматами сравнить. То есть, да, графика там довольно однообразная. Такие мрачные подземелья. Но тактические вот эти пошаговые бои по правилам третьей редакции, это что-то с чем-то. Моя оценка в игре, ну, 7.5 точной. Ближе к 8. К 8 даже, наверное. Паркан 2. Паркан железной стратегии. Это первая часть, а это Паркан 2. Довольно часто попадается мне диск этот на Авито. То есть, игра, походу, была популярна. Я в нее не играл. На двух дисках идет. Это... Это, я так понимаю, смесь стратегии и экшена. Оригинальная игра, позволяющая вам почувствовать себя пилотом затерянного вселенной космического корабля. Игрокам предстоит исследовать сотни звездных систем, принять участие в середине. Долгожданное продолжение культовой игры Паркан Хроники Империи. Уникальная смесь нескольких жанров. Экшен, РПГ, стратегия и космический симулятор. Блин, ну, звучит очень круто. По идее, надо играть в нее. Смесь жанров. То есть, такое нечасто встречаешь. О, это квест от Бенуа Сакаля. Если кто-нибудь не в курсе, Сибирь, Сибирь 2. Это вот все его творения. А это тоже квесты, тоже от Бенуа Сакаля. Парадис. Парадайз. Я в него не играл. Я, честно говоря, даже не читал на него обзоры. Скорее всего, это уже какая-то вторая была на нулевых. Вот Дримфал я знаю. Я ее тоже. Я ее начинал, но не проходил. Но игра супер. Кинематографичный квест. Это я даже сказал бы кинематографическое приключение. Так что, Парадайз. В каком году-то вышло-то? 2006 год. Очнувшись после авиакатастрофы в горе имени ведомого африканского принца, юная путешественница никак не может вспомнить, кто он вот такой. Блин, ну почему 70% игр все без памяти? Все не могут вспомнить вот такие. Кстати, вы заметили, вот я вот игры показываю, да? Процентов 60-70 это игры второй половины нулевых, даже в джевеле. Вот это то, что я купил на авито. Вот игры первой половины нулевых, которые я покупал, их как раз таки на авито уже мало. А вот игр второй половины нулевых в джевеле полно. Оверлорд. Это какой-то, по-моему, слэшер. Слэшер, то есть боевик от третьего лица, где надо в рукопашную драться, да? Примерьте тяжелые доспехи, повелители тьмы. Ну все понятно, я не любитель вообще такого жанра. Не любитель махача вот такого, от третьего лица. Иногда вот там на ютубе смотришь, современные, современные игры в этом жанре. Они там гносятся как сумасшедшие, фиктуют, фиктуют, прыгают, скачут. Блин, у меня в глазах начинает рябить уже буквально через 30 секунд такого зрелища. Я эти игры вообще не понимаю. О, операция Flashpoint Cold War Crisis. Ну это классика, черт говорить. Это мной еще купленный в нулевых диск от Буки. Блин, я бы ее даже с удовольствием еще раз прошел бы. Она пройдена на канале, естественно. На канале у меня пройден и Flashpoint, и Red Hammer, и Resistance пройден. Все пройдено. Последняя коробка в этом блоке Man of Valor. Тоже шутер, шикарный шутер, пройденный на моем канале. Шутер 2004 года от студии 2015. Студия 2015 это выходцы из той студии, которая делала медалу в Honor. То есть Call of Duty, это не они случайно делают? А, нет, Call of Duty делают Infinity Ward, а эти чуваки, видимо, делали медалу в Honor. Ну то есть Infinity Ward, она вышла из 2015 или 2015. Короче, это вот ребята из одной студии, которые делали медалу в Honor. Ну, шедевр я бы не сказал. Просто отличный, высокобюджетный блокбастер. На четырех дисках. На четырех дисках. Кому интересно, можете посмотреть. Очень кинематографичный. Очень зрелищный шутер. Ну, кстати, по кинематографичности до Call of Duty все равно ему далеко. Ну, 2004 год, что вы хотите. Так, и последний блок игр на сегодня. О, Wizardry 8. О, господи, как я люблю эту игру. Это шедевр. Это лучшая RPG всех времен и народов. То есть для меня не существует более крутой RPG, нежели Wizardry 8. Моровин, там, Болдергейт, Арканум, Освиндел. Все это рядом не стояло. Нет, вот это самое лучшее RPG в мире. Эту игру я сам лично в нулевые покупал. Вышла она в 2001 году на трех дисках. Я помню, как я читал обзор на эту игру в журнале Мегагейм. Я в то время еще не покупал игроманию, навигатора. У меня только Мегагейм был. Как там захлеб. Как там захлеб, значит, рецензиат рассказывал про эту игру. Я смотрел на эти скриншоты и просто завидовал ему по-страшному. Ну, и когда я ее купил, и когда я ее прошел, я просто охренел. Это самое лучшее, повторюсь, RPG всех времен и народов. Боля и разум. Ну, это, по-моему, это что-то на движке Блицкриг, какая-то стратегия, которых выходило десятки. На движке Блицкриг, Блицкриг 2, там, может быть, даже на движке Противостояния какого-нибудь. Выходила такая тьма однотипных вот этих стратегий. В этой стратегической игре вам предстоит сыграть роль командующего батальоном корпуса морской пехоты США. Стратегия с ролевыми элементами обыграющейся современных вооруженных как боевые действия в Ираке и Афганистане. Ну, хотя бы не Вторая мировая, уже это радует. Системные требования Windows 98. Год 2005. Ну, это что-то на движке Блицкрига, да? Слушайте, ну, по графике вроде на трехмерную похоже. По графике она как будто бы трехмерная. Да и вряд ли она трехмерная. Так просто скриншоты такие. Не знаю, я про эту игру ничего не знаю. Я знаю, что таких стратегий были сотни. И от них спасения просто не было. Вот на этом движке Блицкрига они их клепали просто десятками. Бывало, что за один месяц по 10 стратегий на движке Блицкрига выходило. Восточный фронт. Крах Анненербе. Это вот опять случайно. Не на движке Блицкрига. О, слушайте, это шутер от первого лица. Ах, мой милый Августин, Августин, Августин. Мурлыкнул себе под нос. Карл Штольц. Улучшенная графика и физика. Дьявольский, хитрый, коварный. А, слушайте, это дополнение к игре Восточный фронт. Крах Анненербе. Я, кстати, не знаю, что такое Анненербе. Что-то связанное, наверное, с каким-то немецким оккультизмом. С какими-то вот этими байками там про оккультные какие-то науки Гитлера, что ли. С огнемета чувак поливает. Ну, по скриншотам, по скриншотам выглядит... Да, конечно говоря, по скриншотам трудно что понять. Темные, а не темные. Ну, какой-то шутер про Вторую мировую. Причем, у меня есть подозрение, что он может быть русским. О, Бурут. Это студия-разработчик Бурут. Это те авторы, которые делали кучу шутеров. Крит, например. Пройден на канале. Там, или стратегии Злодогорье они делали. Кстати, Бурут они хорошие игры делали. Если эту игру сделала Бурут, значит, можете смело играть, покупать. Значит, качество будет хорошее. Это будет не шедевр, но это будет добротный такой хорошенький шутер. Баллов на 6,5 сей. Это я вам говорю без всякого привлечения. Вояки РТС. Очень распространенная в то время была стратегия. Она продавалась на каждом углу в магазинах. О, Старфорсы защитили. Ни хрена себе. Это, скорее всего, какой-то либо поздний релиз. Потому что в первых тиражах вояки РТС не было Старфорса. По-моему. Год 2002. Мне кажется, это какой-то поздний тираж. Потому что я не помню, чтобы вояки РТС, она вышла в начале нулевых. Тогда про никакой Старфорс еще даже знать никто не знал. Скорее всего, поздний тираж какой-то. Про оловянных солдатчиков стратегии. Я в нее никогда не играл. Но наслышан. Игра очень известная и популярная. Так. Враждебная вода. Территория смерти. Пройденная на моем канале игра. Я бы назвал эту игру просто потрясной. Это одна из самых... Но это очень необычная, очень оригинальная, очень зрелищная, увлекательная, классная игра. Я ее прям всем рекомендую. Но на канале я ее до конца пройти не смог. Потому что на какой-то миссии что-то не срабатывало. Я там карту полностью зачистил, всех убил. Подъезжаю к воротам. Ворота должны вроде как открыться. И я там должен начать битву с боссом. То ли что-то. Или миссия завершится. А они не открываются. И я не знаю, что делать. Уже потом я игру забросил. Мне там кто-то через год-два написал. Типа ты приехал, видимо, не на том танке, на котором надо. Там, видимо, надо приехать на танке с пушкой. А ты приехал на танке с ракетницей. Поэтому ворота не открываются. Но, блин, в игре об этом нигде не сказано. Я, кстати, до спорта не знаю, прав был тот человек или нет. Короче, вот я поэтому эту игру не смог. Продолжаем. Игра вылетела. Ой, игра вылетела, говорю. Фотоаппарат разрядился. Так, вторая мировая, стальной кулак. Стратегия 2002 года. Про вторую мировую. Трехмерная стратегия на движке, который используется в куче стратегий. Например, Земля 2150, Дети Селены. Там использовался этот трехмерный движок. Даже в аркадных скролл-шутерах он использовался. Там, где вертолетик летит, все стреляет. Игра такая, скажем, средненькая. Я ее играл, проходил, но еще даже до создания YouTube-канала. Вьетконг. Ну, это шедевр. Шедевр. Хардкорный тактический шутер. 2003 года. Пройденный на канале. Ну, это просто что-то с чем-то. Она доставила очень много часов удовольствия. Но пройти ее без сохранений, это та еще нервотревка. Вьетнамский апокалипсис. Хардкорный вертолетный симулятор про службу спасения в Вьетнамский апокалипсис. Про спасение американских солдат на вертолете, на медицинском вертолете. Посредственная даже на момент выхода графика, но очень хардкорная летная модель. То есть без джойстика тут вообще делать нечего. У меня на старом канале было пара первых миссий, где я кое-как там, как говно в проруби, извиняюсь, болтался на этом вертолете. Посадить вертолет практически невозможно. Гегемония. Трехмерная космическая стратегия. Я ее пытался как-то сыграть, но она у меня даже на XP не пошла. Ни на XP, ни на 7-ке она у меня не запустилась. Какую-то ошибку звукового драйвера выдает. Я точный текст ошибки не помню, но почему-то на торрентах никто не жалуется, что она у кого-то не работает. У меня она не работает ни на 7, ни на XP. Она вышла, кстати, одновременно с другой космической стратегией, Orb. Это были две игры-конкуренты, они вышли в один месяц. Обе были примерно равные по графике, обе выглядели круче. Но, как бы, если сравнивать, то у Гегемонии чуть-чуть, наверное, покрасивее графика, а у Орба поинтеллектуальнее геймплей. Орб у меня пройден на канале. Спрошел бы и Гегемонию, но пока что не получается запустить ее. Но это дополнение для Гегемонии. Гегемония. Наследие Солонов. Напомню, что Гегемония получила очень высокий отзыв в игровой прессе. Ее создала известная венгерская студия Digital Reality. А что они еще создавали? Они создавали ведь много крутых игр. По-моему, Свин. Свин. Это не они выпустили? А, нет. Да. По-моему, они делали стратегию Свин про кроликов и свиней. Или я что-то путаю? Но Digital Reality это очень серьезные ребята. Герои Меча и Магии 3. Дыхание смерти. Ну, это буковское дополнение к третьим героям. Я третий герой вообще никогда в жизни не играл. Я играл в четвертый герой. И вот, кстати, они следующие по счету. Герои Меча и Магии 4. Вот эту игру я на канале не проходил, но я ее проходил сам для себя. В начале нулевых супер игра. С третьей частью сравнить не могу, к сожалению. Защищена Старфорса, блин. Слушайте, опять какой-то, что ли, не тот тираж? Просто я с Рутрекера скачивал образ лицензионного диска героев четвертых. И там не было никакого Старфорса. Там просто установил игра, чтобы Старфорса есть. Старфорс это значит, что на XP только можно этим диском воспользоваться. Герои Меча и Магии 4. Вихри войны. Официальное дополнение к четвертым героям. Тоже Старфорсом защищена. Кстати, я очень много баек слышал в интернете, что у людей там это... Ну, приводы не понимали эту защиту там у кого-то. Не знаю, всю жизнь у меня никаких проблем с этим Старфорсом ни разу не было. Всегда у меня диски проходили любые проверки. Все у меня всегда было хорошо. Мне кажется, это надуманная проблема. Герои Меча и Магии 4. Грядущая буря. Уже еще одно дополнение к четвертым героям. Тоже со Старфорсом. Четвертых героев всем рекомендую. Супер игра. О, Гладиаторы. Очень редкая игра, но при этом шедевр. Ну, не шедевр, это просто очень качественная игра. Очень крутая игра. От французской студии Евген Системс. В будущем эта студия прославится своими военными стратегиями. А вот дальше я не помню, как название. Они выпустят в 2006-2007 какую-то стратегию или несколько даже стратегий из этой серии про современную войну. Там реактивные истребители, там танки, современная война. И она очень популярна в онлайне. А это их первое творение. Гладиаторы. Тактическая стратегия. Тактическая стратегия. Без экономики. Построенная на захвате контрольных точек. Очень крутая игра. На канале моем полностью есть ее прохождение. Но у этой игры есть одна серьезная проблема. Она не работает. На нее не существует кряка. По крайней мере, и не существовало, когда я ее проходил на канале. Для нее не существует кряка. И сыграть ее можно только на Windows XP. То есть здесь не написано за Star Force. Но я точно знаю, что на 7-ке ее не запустишь. Только на XP. Может быть сейчас что-то изменилось. Может кряк появился. Не знаю. Глаз дракона. The Eye of the Dragon. Это российская игра. От студии Primal Software. Распиаренная. Раскрученная в свое время. Как только ее там не хвалили. В момент разработки ее очень сильно пиарили. Когда она вышла. Но она в принципе неплохую прессу собрала. Получила там около 7-8 баллов. Ей давали. Меньше семерки не давали. Ну тут надо понимать, что тут делается скидка на отечественное происхождение. Отечественным играм всегда давали более высокие баллы. Тоже с Star Force защищены. Не играл, кстати. Не играл в эту игру. Но вообще, кстати, интересная. По задумке должна быть игра интересная. То есть это экшен. Где ты летаешь на драконе. Мочишь людишек. Вот. То есть такая леталка. Но она не такая динамичная. Как там крылатый охотник, например. Или там я не знаю. Что вот я проходил. Силы вторжения. Это динамичные леталки. А на драконе все так происходит. Медленно, размеренно. Летаешь, там огнем всех поливаешь. Причем дракон растет из маленького. То есть он как бы вырастает. Тут RPG элементы есть. У него появляются новые навыки. И так далее. Более 40 видов отвратительных чудовищ. 10 типов людей. Лучники, рыцари, простые крестьяне. И так далее. Скелетная анимация для анимации дракона. Множество спецэффектов. 12 огромных уровней. Уровни действительно огромные. Ну потому что тут летать надо. Кстати, позже. Эти же разработчики выпустят на движке. Вот этого глаза дракона. Стратегию. Но вот я забыл как она называется. Тоже они еще выпустят. Примонсофт в то время нормально. Так плодовитые были. Гном. Вот это кстати вообще. Наверное, одна из самых уникальных игр в моей коллекции. Почему? Потому что это одна из первых лицензий вообще на российском ютубе. Ой, на российском рынке компьютерных игр. Одна из первых лицензий. Вы когда-нибудь слышали про такое издательство, как Амбер? Амбер. Я, например, слышал только вот единственный раз в жизни. И это вот в этой игре. Возможно, это издательство выпустило всего одну игру. Но это настоящая русская лицензия. Игры Геном. Геном это игра про шагающих роботов. Она вышла в 96 году. Разработанная студией 7.7 левел. Игрушка хоть 96 года. Она полностью трехмерная. Вот. Про шагающих роботов-мехасов. Может быть, это даже прародители механоидов. Я хрен знает. Я в нее играл один раз в жизни. И это было у того товарища, который мне эту игру диска подарил. У него компьютер появился в 99 году. И это вот одна из первых игр, которые я увидел вообще. Вживую на компьютере. И это лицензия. Амбер. Геном. Как она по-английски называется, не знаю. Скорее всего, так же. Джином как-нибудь и называется. Системные требования. Совместимый компьютер с пенсиумом 90. Винус 95. То есть, ей она не на досе, ничего. 95-ая винда. А там, где 95-ая, там и XP, и 7-ка. То есть, скорее всего, ее можно даже на 7-ке сгонять. Гномы. Ну, тут, как говорится, комментарии излишни. Эту игру я прохожу в данный момент. Уже второй раз прохожу в жизни. В первый раз у меня не получилось ее пройти. Потому что начались дикие лаги в конце. Я надеюсь, во второй раз такого не произойдет. Эта игра уникальная. Это просто игра, которая живее всех живых. У нее большое фан-сообщество. Она до сих пор активно играется, активно скачивается с торрентов. Выходят репаки, выходят переиздания. Ну, не переиздания, а оптимизация. Говорят, она сейчас на десятке, на одиннадцатой уже нормально работает. Но я играю именно вот, именно такую версию, оригинальную 2001 года на Windows XP. С применением фикса на FPS. 60 FPS, то есть, можно играть. Потому что, по умолчанию, эта игра залочена на 24 или 40 кадров. Ну, короче, много FPS не выдает. Это игра-прародитель Крафтворлда. Есть такая игра. Это, по сути, клон гномов, но уже более современная. Крафтворлд называется. А гномы, это прародитель этой игры. Горти, битва за Шотландию. Трехмерная стратегия в реальном времени, 2002 года. К сожалению, потеряно по ее прохождению. На старом канале у меня было ее полное прохождение. Но, каким-то образом, я не сделал резервную копию. И теперь этого прохождения нет. Мне вдвойне обидно терять прохождение игры, которое когда-то проходило. Поэтому, есть вероятность, что я ее пройду все-таки по новой. Ну, мне эта игра запомнилась хорошей графикой. Но, в целом, однотипным геймплеем. То есть, ты подобрал ключ. Это классическая стратегия. Тут сбор ресурсов, там, развитие, все есть. Но, как только ты подобрал ключ, то все миссии проходятся однотипно. То есть, игра как бы не заставляет тебя изобретать новые тактики от миссии к миссии. То есть, ты пост разобрался, как и быстренько развиться, наклепать всадников побольше и вперед. То есть, не нужно там какое-то большое разнообразие юнитов. Например, Варриор Кингс битва. Лорды войны битвы, например. То же самое. Один раз подобрал тактику и все миссии проходят одинаково. В этом ее минус. Но, в целом, игра добротная. Горький 17. На моем канале есть прохождение Горький 18. Это та же самая игра, но в переводе от Гоблина. А это в переводе от Сноубол. Он более такой приближенный к оригиналу. Гоблин там наворотил уже от себя очень много. Я не играл в таком переводе. Я только в 18-й Горький играл. Ну, перевод там шикарный. То есть, юмор я приветствую в любых аспектах. На задней стороне у нас реклама Ярость пройдена на канале. Война и мир пройдена на канале. Дон Капоне, не тормози, эти игры я не играл. Но Дон Капоне у меня диск вроде есть. Не тормози, даже там тоже есть. Горький Zero, фабрика рабов. То есть, логично подумать, что это продолжение Горький 17. По-моему, это на самом деле приквел Горький 17. Приквел по сюжету. И если Горький 17-18 это пошаговая тактическая игра, то Горький Zero это уже шутер от третьего лица. Подземная часть телемидовая предыстория. Предыстория Горький 17, да. Но это уже стелс-шутер. Все, я понял. Это стелс-шутер от третьего лица. Различные варианты боя, шпионское оборудование, тихие убийства. Восемь сложнейших миссий в десяти различных участках базы. Два вида камеры, три уровня сложности. Ну, короче, стелс-шутер во вселенной Горький 17. Ну, интересно. Горький 18 это шедевр. Горький 17 шедевр. Готика. Ну, тут, я думаю, комментарии излишни. Все знают, что это за игра. Это классика. Именно версия от Snowball. Я ее в детстве проходил. Вот. Меня этот перевод полностью устраивает. Есть издание Готики от Русабита Эмма. Там другая локализация, другие актеры озвучки. Русабитовскую версию у меня никогда в руках не было. Я ее не видел. Вот. Всегда... Если я буду на канале когда-то проходить Готику, хотя это маловероятно, потому что, если только закажут, потому что таких прохождений десятки на Ютубе, и я не смогу в конкурентной борьбе выбиться в поисковой выдаче. Вот. Если я буду проходить, то я буду проходить... А, ну, вообще-то тут заказчик, если уж вы... Я бы выбрал Snowball, конечно. Потому что старый проверенный актер озвучки, к которому я уже привык. О, вот это классное, классное издание. Герои Меча и Магии, платиновая серия. Я за этот лицензионный диск, я его сам купил в нулевые, он стоил каких-то гигантских денег, то ли 300 рублей. При том, что лицензию я обычно по 70-80 брал. New York Computing, это... Это коллекционную ценность, мне кажется, представляет очень хорошую. Я не знаю, большим ли тиражом была выпущена эта игра. Она на трех CD. Блин, ну что, опять... Неужели опять сломаны все зубчики? Да нет, держится. Здесь, смотрите. Герои Меча и Магии 3, Герои Меча и Магии 1, Герои Меча и Магии 2. И они оптимизированы для современных компьютеров. То есть, грубо говоря, первые и вторые герои, как нам обещают на задней стороне коробки, они без проблем работают на современных, но на тот момент операционных системах. Windows 95, 2000 и XP. То есть, они оптимизированы под XP уже. Первые герои, вторые герои, Герои Меча и Магии 2, цена верности. Ну и Герои Третьи со всеми дополнениями. Клинок Армагеддона, Возрождение Эрафии и Дыхание Смерти. Одна из наиболее совершенных стратегий, если все когда-либо смотрим. И для меня это очень ценный диск, но, повторюсь, я ни в какую часть, кроме четвертых, не играл. Так, на сегодня обзор закончен. Завтра, я думаю, продолжим обзор коллекции. Это мы обозрели за этот час, ну, наверное, сколько процентов? Процентов, наверное, 20 от того, что у меня есть. Всем спасибо, всем пока.